Хочешь купить себе игровую гарнитуру, но не хочешь отвалить много денег? Тогда смотри, что у меня есть. Это игровая гарнитура Blady G350. И кому-то может повезти, так как эту гарнитуру можно выиграть. Все условия в конце этого видео. Поехали! Гарнитура максимально стандартная. Здесь простое оголовье, обтянутая эко-кожей с мягкой подложкой. Она не такая мягкая, как в нужниках Blady подороже, но в целом нормальная. Есть тут регулировка по высоте. Чаши могут менять угол наклона, но относительно оголовья они не крутятся. Амбушюры выполнены из эко-кожи. Они мягкие, но строчка немного кривовата. Но на пользование это не влияет. В очках тоже можно пользоваться. Ничего не нагрызает и не давит. Я играл в них достаточно долго, то дискомфорта не было. Гарнитура выполнена полностью из матового пластика. Она полностью черная, кроме серых вставок, выше чаш. Из-за того, что тут нет ни одной глянцевой детали, на нужниках не остаются отпечатки. Также на чашах есть RGB-подсветка с эффектом переливания. Подсвечивается круг и логотип. Подсветка не регулируется, а просто включается или выключается. Кнопкой на контроллере. На том же контроллере можно регулировать звук. И включать или выключать микрофон. Внутри контроллера установлена звуковая карта. И располагается контроллер на нормальном расстоянии. 50 см от наушников. Он установлен так, что он не мешается. Но в то же время, когда он нужен, он будет под рукой. Провод в оплетке и он достаточно массивный, с длиной 2 метра. На всех соединениях есть защита от перегиба. Подключаются наушники через USB. И как и все наушники от Blady, работают со смартфоном через ОТГ. Но конструкция будет неудобная, в карман лучше не ставить. Динамики 50 мм с неодимовыми магнитами. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность 105 дБ и сопротивление 16 Ом. Звук и позиционирование отличные. Я их тестил в CSGO, PUBG и Battlefield 5. То там все супер. Фильм осмотреть тоже хорошо. Но заметил один момент. В прослушивании музыки на максимальной громкости и сильными басами иногда наушники проседают. Но если переключиться на какую-то другую звуковую карту получше, то становится все хорошо. Я переключился на свою встроенную звуковую карту. Rock Supermifix S1720A. И звук на ней лучше. То есть динамики в наушниках классные. Но вот эта звуковая карта их не может хорошо качнуть. А та, что встроенная в материнскую плату, моя звуковая карта, с ними справляется лучше. С этой ситуацией можно сделать вывод. Если у вас хорошая звуковая карта, то используйте ее. А если нет, то используйте эту карту от Blady. Это не пределька к производителю. Так как на коробке написано, что это игровая гарнитура. И со своей задачей она справляется очень хорошо. Также есть поддержка виртуальной системы 7.1. Но для ее включения нужно скачать утилиту с официального сайта Blady. Там можно все настроить. И эквалайзер, и частоту, настройки среды, и еще много чего. И не пишите потом, что тут звук слабый или басов не хватает. С этим тут все хорошо. Итак, я решил сделать небольшой субъективный тест наушников на их звук. Я, правда, не знаю, как его лучше делать. Так что делаю, как получается. Вот тут вам видно эквалайзер. Ну и, в принципе, то, что я запускаю какую музыку. Выбрал максимальный трек, чтобы там были басы. Это, повторюсь, это максимальная громкость. Но это без эквалайзера. Сейчас слышно звук. Ну, басы как бы есть, но он маленький. Вот мой пресет. Я себя так и настроил, даже назвал изи-гаджет. С ним вот, как можете слышать, звук стал круче. То есть, сейчас можете заценить герметизацию. Насколько, типа, герметизируют наушники от окружающей среды. Когда я сам себя не слышу. Вот. А сейчас будет звук на вытянутую руку от меня. Но они громкие. То есть, они громкие. Они имеют хороший бас. Их можно настроить. По-разному вот этой программулине. В принципе, все хорошо. Микрофон можно спрятать в чашу. Но при его вытаскивании нужно его поправлять. Так как он сильно закручивается. Его частотный диапазон от 100 Гц до 10 кГц. Чувствительность минус 44 дБ. Предлагаю послушать, как он звучит. Итак, тест звука с этого микрофона. Сразу же можете оценить качество. Также я тут поставил максимальную громкую запись звука. И включил буст микрофона. Ну, его можно выключить. Или вот включить. Также тут есть подавление шума. Вот это минимальное шумоподавление. Это среднее шумоподавление. И максимальное шумоподавление. Также есть тут промежуточные значения. Ну, я обычно этой штукой не пользуюсь. Ну, в принципе, есть такая возможность. Можно использовать. Можно делать это уже на ваш вкус. Так, дальше. Тут есть такая штука, как эхо. Или низкое. Или большой эхо. Или стандартное. Ну, и изменение голоса. Допустим, монстр. Мужчина или женщина. Я такой штука, которую никогда не пользуюсь. Но есть и есть. Также я могу этот микрофон в разные стороны поводить. Чтобы вы посмотрели, как он будет звучать. Если под флотную карту там. Или вот возле носа. Или так далее. Также можно его не полностью как бы вытягивать с чаши. Можно его, допустим, поставить где-то посерединке. Вот звук вот будет такой. Или вообще его можно засунуть внутрь чаши. Я так полагаю, что звук будет тихий. Наверное. Я так думаю. Ну, в принципе, все равно часть звука потеряется. Ну, обычно его использую. Вот, обычно использую вот так. И, в принципе, все хорошо. И в целом, наушники вышли неплохие. И чтобы скинуть итоговую цену, Блади в некоторых моментах решили сэкономить. Но эта экономия, она не критичная. И вы получаете удобные бюджетные наушники. С хорошим звуком. И напишите коммент, как вам эти наушники. Так как это одно из условий конкурса. И условия. Нужно быть подписанным на этот канал. Поставить лайк. И написать любой комментарий. Но в комментариях укажите ID вашего аккаунта в любой социальной сети. Чтобы я мог с вами связаться. Но не ссылкой. Так как YouTube их блокирует. И не забудьте, что ваши подписки в YouTube должны быть открыты. Разыгрываться наушники будут на территории Украины. Кроме зоны проведения операций объединенных сил. И автономной республики Крым. Результаты будут на стриме. Через 2 недели. Там же еще и можем пообщаться. Ну и чтобы не пропустить стрим. Шмякайте колокольчик. Всем желаю удачи. И увидимся на стриме. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok